Вашим вниманием представляется доклад по поводу на тему управляемой гипотонии ингаляционными эстетиками при лапарстопической резекции почки. В современной мере количество новых случаев заболеваний почек в 2018 году свыше 24 тысяч, что практически в два раза больше, чем за аналогичный период 2008 года. Соответственно, данное заболевание увеличивается в процентном соотношении и в абсолютных цифрах. И, соответственно, его нужно лечить. Лечить его, соответственно, не хирургическими методами и хирургическими методами. К хирургическим методам относится нефрактомия, когда убирается полностью почка. Но в современной мере стараются максимально сохранить почку и максимально сохранить объем паренхемии. Поэтому стараются использовать резекцию почки, резекцировать почку. Из хирургических методов используется либо наложение дожима на почную артерию, это ишемическая резекция почки. Из плюсов минимальная кровопотеря, удобство работы хирургу. Но ограниченные хирурги по времени, там не больше 30 минут желательно работать. В противном случае выраженная почечная недостаточность может прослеживаться до года. Второй метод — это без ишемическая резекция почки. Сюда относятся как локальная гипотермия, когда открывают большой разрез, открывают, выносят почку на переднюю брюшную стенку и откладывают её льдом. И также используют второй метод — это зерровая ишемия с помощью управляемой гипотонии. Плюс данного метода — это то, что можно более длительно работать на почке. Нет ишемического повреждения почки, но, возможно, более большая кровопотеря при данном варианте. Были в своё время проведены исследования итальянскими учёными на тему управляемой гипотонии при резекции почки. Пациенты были взяты по АСА первой и второй группы. И вывод учёных показал то, что довольно-таки эффективная методика, не очень большая кровопотеря. И если правильно оперировать, если хирурги умеют оперировать, и у них есть опыт работы уверенной лапароскопически, то проблем не возникает ни с кровопотери, ни в раннем послеоперационном периоде у пациентов. Как правило, их выписывали довольно-таки быстро. И основные осложнения связывались именно с хирургическими проблемами с гипотонией. И проблем не возникало, то есть повреждений острого почечного повреждения не возникало. Управляемой гипотонией также используют и в других видах хирургических операций, таких как эндопротезирование тазобедренного сустава и челюстно-лицевой хирургии. Есть большие обзоры, которые показывают то, что гипотония не влияет на функцию почки в послеоперационном периоде и на организм в целом. Единственное, что следует отметить, есть всё-таки работы, которые говорят о том, что управляемой гипотонией во время операции не всегда это хорошо. Но пример статьи медиков из клиники МИО. Но там пациенты изначально были с выраженной сопутствующей патологией. И задавать вопрос о том, что есть смысл им проводить, был управляемый гипотонией или нет, ставится под вопросом. Но вот они говорят, что почечная недостаточность возникла у двух пациентов в раннем послеоперационном периоде и связана именно с управляемой гипотонией интероперационной. Под управляемой гипотонией разные учреждения подразумевают разные значения систолического, диастолического давления, среднего артериального давления. Кто-то вообще смотрит на относительные цифры, то есть в процентах от рабочего давления, либо от перфузионного давления. В связи с этим нет чёткого понятия, как правильно проводить управляемую гипотонию. И все выводы, которые делаются в большом данном исследовании, говорят, что надо индивидуально подходить к каждому пациенту. И если проводить гипотонию, то меньшее количество осложнений возникает при более мягком снижении давления. В нашем учреждении под управляемой гипотонией подразумевается снижение среднего перфузионного давления на 30% от рабочего, но не ниже 5-6 миллиметров ртутного столба. С 2016 по 2020 год в институте было проведено большое количество резекций почки с использованием управляемой гипотонии. И 109 резекций, при которых использовались препараты ингаляционной анестетики для создания управляемой гипотонии. Это изофлюран, севаран и десофлюран. Последним препаратом нам не удалось достичь нужных цифр гипотонии в течение 10 минут, поэтому из исследований он был исключен. Пациентам всем во время управляемой гипотонии и вообще анестезии проводился стандартный мониторинг ЭКГ, стандартных обведениях пульсоксиметрия, контроль газов ингаляционной смеси, контроль артериального давления, манжетка раз в 30 минут и обязательно инвазивный мониторинг. В данном случае мы использовали систему фоутрек ЦВД. БИС-мониторинг мы использовали для оценки глубины сна и оценивали сковородческую бочку фильтрации и уровень каретинина мочевины до операции в послеоперационном периоде. Индукция рассчитывалась на идеальную массу тела. Фентанил, пропофолы и ракурония использовался. Анестезия поддерживалась ингаляционными анестетиками изофлюран-десфлюран и сиофлюран в ингаляционных концентрациях от 0,7 до 1 мака. Обезболивание фентанилом, тоже по инструкции, как написано, и ракуроний для миорелаксации. Гипотонию мы начинали за 5-10 минут до необходимого этапа хирургического вмешательства, увеличением концентрации ингаляционной анестетики до 2 мак и увеличением газовой смеси до 4 литров в минуту для сиофлюрана и изофлюрана, и до 2 литров для десфлюрана. Когда необходимые цифры давления были получены, мы снижали, соответственно, концентрацию ингаляционной анестетики и поток газовой смеси, поддерживая на этом фоне необходимое давление. Гипотония поддерживалась до окончания основного этапа операции, когда был получен стойкий гемостаз и препарат удалён. Послеоперационный период для того, чтобы проконтролировать всё-таки гемостаз, ещё мы увеличивали до рабочего давления, до рабочих цифр артериального давления пациента снижением концентрации ингаляционных анестетиков до 0,5 мака под контролем БИС-мониторинга, чтобы цифры БИС были 40-60%, чтобы быть уверены, что пациент точно спит ещё. Получили следующие показатели, то, что время снижения давления было в районе 3-4 минут, что на осеваране, что изофлюране. Среднее время продолжительности гипотонии в районе 30 минут, время восстановления в районе 4 минут. Время гипотонии около 2 часов у нас максимальное было на осеваране, и практически полтора часа на изофлюране. Время пробуждения в районе 5-6 минут в обоих группах. Объёмный процент ингаляционных анестетиков для достижения необходимого давления представлен 3,1% для осеварана и 1,5% для осеварана. Изофлюран, то есть что соответствует в маках, в зависимости от возраста 1,7 и 2 мака по осеварану и 1,5 мака по изофлюрану. Кровопотери, в принципе, сопоставимы. Это 300-400 мл в обоих группах. Причём следует отметить, что группа изофлюран набиралась немножко пораньше. Первые, соответственно, хирурги начинали только отрабатывать методику изекции почки на управляемой гипотонии. Там возникало большее количество кровопотерей, ну, более большая кровопотеря, что, в принципе, видно и в максимальной кровопотере, и в количестве переливания крови. То есть там чуть побольше было кровогемотрансфузий. Уровень креотинина дооперационного, послеоперационного периода повышался, но незначительно. И скорость клубочков фильтрации тоже снижалась в течение первые сутки после операции, но не сильно. Более длительный анализ затруднялся. Оценки креотинина и скорости клубочков фильтрации в связи с тем, что пациенты, как правило, выписывались на 3-4 день. И собрать подробно результаты биохимических анализов на 3-6 месяц затруднительно. Сейчас обрабатываем данные, и пока что недостаточное количество пациентов выбрано. В послеоперационном периоде тошнота и рвота наблюдалось в приближенно одинаковом проценте случаев какие-то либо другие жалобы стороны пациентов на сердце, на память не происходили. То есть пациенты себя чувствовали абсолютно нормально и отмечали то, что операции, наркоз прошли довольно-таки хорошо. Жалобы какие-то активно не предъявляли. Выводы, которые следует сделать, то, что изофлюран и севофлюран можно использовать для управляемой гипотонии. Оба препарата высокоуправляемы. Отличий между ними для управляемой гипотонии практически нет. Анестезия изофлюрана дешевле. Препарат в себе практически в три раза дешевле. А десофлюран как монопрепарат для управляемой гипотонии не подходит. Его, как правило, используют в сочетании либо с ремифентамилом, как правило, используют. У нас в России его нет. Соответственно, данную методику мы использовать практически не можем. Спасибо за внимание. Продолжение следует...